Случайная Случайная встреча в Синвальский вокзал Твой взгляд я случайно в толпе видал Виновен ли я, что тебе уезжать А я не посмел тебя к сердцу прижать Глядела ты нежно платок теребя А я словно в маске был чувств не тая Слова твои были как будто сквозь сон И только стучали сердца в унисон Земля и ресторан, Синвальский вокзал Задумчивый взгляд твой в душе я храню Кавказские горы сияют в снегу Добрый вечер, друзья! В эфире очередной выпуск программы «Призвание». Сегодня с особой радостью хочу представить своего гостя Очень близкого мне дорогого человека И, думаю, вам тоже Народного, поистине народного Любимца публики не только Северной Осетии, но и Южной Можно сказать, и далеко за пределами Осетии В целом у нас в гостях народный артист Южной и Северной Осетии Эдуард Давров Прошу жаловать Добрый вечер! Поздравляю вас с юбилеем Этот год, наверное, насыщен будет и концертами, и событиями И в череде этих событий наше с вами интервью С праздником вас с юбилеем! Спасибо! Какое настроение у юбилея? Хорошее, хорошее Нормальное, боевое, рабочее, оптимистическое Да нет, я не чувствую Что придает силы? Ну, не знаю, я не знаю, что придает силы Это, наверное, когда говорят Вот, наверное, это природа, наверное, это генетика Наверное, это биология, как говорится Потому что мы понимаем, что биологический возраст Есть и паспортный возраст Я обманул паспорт Мне меньше, чем в паспорте Да вы что! А что позволяет поддерживать такую вот харизму, необыкновенную энергетику на сцене Которая, наверное, передается тоже Вы постоянно вот в этом мажоре находитесь Или это все-таки сценический образ? Ну, это не сценический образ Это просто я, во-первых, люблю сцену В 20 лет я проработал в музыкальном театре Я вырос в этом музыкальном театре Я пришел туда, можно сказать, с нуля Не с нуля, но все равно на одном уровне Который, может быть, недостаточно Недостаточно был для, скажем, для творчества Для выполнения каких-то задач По мере работы нарабатывался опыт Он у многих-многих вокалистов и артистов Которые заканчивают тот или иной вуз Как правило, к ней раскрываются именно во время работы Потому что пока ты студент, ты студент Когда ты приходишь в театр, это уже производство Рядом с тобой работают разные люди Мне повезло, рядом со мной работали мастера Мастера это Ларис Билонов Это Елкан Кулайев Это Юра Бацазов Это Аза Мисикова Это Анатолий Хугаев Гарик Рудинян Их было очень много, на которых я смотрел И когда рядом с тобой мастер, ты уже учишься Ты видишь, рядом с мастером Он тебя в любом случае заставляет Без слов часто заставляет напрягаться Заставляет, поднимает какие-то усилия Тебе хочется соответствовать Тебе даже само уважение к этому человеку Заставляет тебя внутренне мобилизовываться Иначе ли вы, в принципе, как выпускник В том же музыкальном театре С тяжелой артиллерией, как вы потом интервью говорите То есть, вещей, которые можно начинать чуть попозже Ну, я бы сказал, ну да, есть болезнь Ну, она нормальная, естественно, болезнь Кажут вокалистов, петь, брать сложные вещи Ну, часто это то, что заставляет человека Организм, скажем, определять пределы твоих возможностей И развиваться дальше Или отступать и развиваться дальше Ну, понятно, что в любом случае Когда рядом с тобой такие были монстры Я всегда говорю, ребят, я начал С детских спектаклей И я вырос на детских спектаклях При этом детские спектакли Они, это не, потому как кажется, что там простенькие вещи Это часто очень сложный материал И вокально, и актерский Допустим, очень любил Была такая у нас музыкальный спектакль Робинзон Круг Я очень люблю этот спектакль Покажем хотя бы фотографии Потому что практически это был моноспектакль Когда мне выбросили на необитаемый остров И ты на этой сценической площадке Ты достаточно долгое время работаешь один Я, Мария, очень рад Что вы пришли по маскарам Я прошу вас всех Что целил здесь свет Эта ночь западал мне Грустить, но вот здесь смеху Одно обеседе быть должно Я думаю, что доля Беловонова Она стала любимой публике Людям благодаря своим песням Тем более вот это поколение Практически объездило без фонограммы Без звукоусиливающей техники Они выступали в самых далеких уголках Осетии Обеих Осетии, кстати говоря И люди их знали лицом к лицу Слушая их И они пели песни Вы же не привезете из какого-то Ну, из-за очень далекого села Людей на оперу там или еще что-то И люди шли Ну, как говорят, в народ И поэтому я живя в Хумалаге Не выезжая из села до 17 лет Пока не закончил школу Я знал их Я слышал Знал, что есть Украинка Знал, что есть Европаца Знал, что есть Популак Знал, что есть Эмилия Цалагова И для меня это уже были знаковые Не способствовали вашему любимому профессию? Ну, я говорю так Я слушал Иса, очень любил Иса Кагубича И Кима Суана И я всегда говорю Вот два человека Третьим был для меня, наверное Мусуль Магомаев Слушая которых Вот что-то во мне зарождалось У меня, может быть, что-то Какие-то, я бы сказал Скорее смутные были Какие-то вот Стремления петь Дело в том, что я всегда не первый раз говорю И в этом смысле Есть такой эффект Тавтологии Повторения в том смысле Что я Очень любил историю Я хотел быть историком И поступил на факультет истории Закончил на красный диплом Закончил на красный диплом Ох, не дай Иду трогать нас На душе моей Иже трогать нас Я победа ей На самом деле Очень многогранный человек Я вот приятно всегда удивляюсь И Оркестром народных инструментов И Акима Сосуанова Да, и Еще, по-моему, где-то вы В филармонии Вы как успеваете все это? И при этом сольную линию Вы видите очень успешно И что вам приезжает? Ну, наверное, если бы Скажем Во-первых, мне самому интересно Там и там и там Во-вторых, да, часто иногда Проходится, так сказать Как змыленная, так сказать Лошадка Ведет, чтобы успеть и там и там Я очень не люблю подводить Если есть людей И там, где у меня получается Разводить И договорится, что мы как-то Разводили концерты какие-то Хотя бы по времени Иногда в одном В один день И, то есть, у меня принцип Не подвести человека Если я сказал наш Я должен Ну, в общем, выполнить данное слово Ну, потом мне самому нравится Эта свистопляска, беготля Мне нравится вот этот Человек-энергия Ритм Я могу быть спокойным Допустим, более-менее Но вышел на сел Что-то В этом есть вопрос Когда говорят Вот моя заслуга Да не моя заслуга Моя заслуга Ну, я не знаю Человеку Скажем так Человеку что-то дает Дается талант Дается Какие-то данные Вопрос уже от человека Зависит И то даже И не всегда Ведь талант Не только петь Мне кажется Очень часто Талант Самый главный талант Это талант Трудолюбия Потому что Расскажите примеры Вот Вану Викоев Тоже выходил с Южной Осетии И очень себя удачно реализует На ваших подмостках Вану Вот, кстати, говорят Опять Арзей Хасамрат Мы же помним Когда он только начинал И Вану есть Вот эта искра В нем есть Он очень положительный человек В нем есть Потрясающий голос В нем есть Вот эта внутренняя цивилизма Он начинал Как и странно Перевед Азборн Думаешь, вот Мальчишка А вот он сказал Дети, пойду дальше И когда мы сегодня Слушаем Как мы сегодня В театре Очень хорошая работа Я видел два спектакля Скажем Когда он пел Примерный спектакль Евгения Митлера Где он пел Ленского Потом Через какое-то время Достаточно Большое время Слышал второе Тоже Он пел Тоже Ленского Евгения Я слышал И уже вижу Огромную разницу Между первым Исполнением И вторым То есть Он растет Он великолепно Великолепно Актерский Не только вокально В «Снежной королеве» Где он Кай играл Сказал Сбнал Фактура Вот такая Полотно Такой Вот пацан А вот он убеждает Мы же воспринимаем Кая маленьким Таким Голубьким героем Хрупким героем А он убеждает Вот что-то в нем Есть такое И когда ты это видишь Не знаю Во мне Это вызывает Очень хорошие Добрые чувства Я радую Скажу так Когда вижу Что-то появляется Что-то талант Я считаю Что Ну это здорово Потому что нам нужно Нам нужно Для Чтобы такие ребята Появлялись Другой вопрос Нам надо Научиться Это наша проблема Извините На Сахараду На Хаман На Хаман На Хамаду 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 Да Получается так Что Очень часто Люди просто Убегают На другой огород Очень часто Да И когда на другом огороде Вот это кто-то Потому что Кто-то вложил Любовь Внимание Что-то Захло И уже появился результат Мы начинаем Со своей огорода Это же наши Ой, как куда даем Начинаем ценить То, что Тот продукт По отношению К которому Мы С точки зрения Заботы Помощи Мы не имеем Никакого отношения И когда Вот Новое поколение Талантливых ребят Актеров Певцов Других Они это видят И говорят Слушайте А может изначально Бежать на тот Другой огород Через вот здесь Ждать Пока на тебя Кто-то Внимание Обратит И поэтому Мы возникаем Часто Говорю Что И Проблемы Кажев Проблемы Что Нехватки Помогли Скажем Направляем Культуру Мы Четко Осознаем Нехватку Полноцен Полноценных Картов Нехватки 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 Проблемы Жаль Что Я Слово Забыл Если Вдруг Трудно Встань Если Вспомнишь Ты О Льви Позли Меня Позволь Возвращаемся опять к вашему творчеству, Эдуард. Мы много говорим о сегодняшних тенденциях в музыке, но все-таки ваш разнообразный репертуар, он строится всегда как-то по-разному. Да, и все-таки вы разношанровый певец, вы с вами согласны? Ну, в общем, да. А что вам близко? По духу, какое направление? Я люблю, и всегда говорю, что астинская песня всегда была лирической. Вот возьмите Исаака Гумычева, возьмите Кима Слава. Для любого нашего певцала, кто был, это была лирика. Вот, наверное, что-то есть в природе астинской души. Мы любим, как бы, не то что созерцать, наши песни мягкие, и никто мнению переведет. Возьмите Феликса Албора, возьмите Булата Газара. У них очень мало песен, которые строятся только на джигитовке, на ритмике или еще что-то. Возьмите многие старые песни, в которых главное слово, музыка, и вот исполнитель, который может это соединить и сделать себя частью вот этого триедейства. Почему мы любим Кима Слава, любим Исаака Гумыча, любим Исаака Гумыча, любим Исаака Гумыча, плавят других исполнителей? Потому что... То есть любовь, то, что было у наших предков, когда человек любит, но стыдно было показать. И вот за счет того, что вроде внешне стыдно показать, внутренняя сила слова, внутренняя сила чувства, она, они были настолько мощными, что вот это музыка и слово, когда они объединялись, они создавали, каждой песней из них шедевр. И сегодняшние эти песни, они... Я очень вот первый диск, опять-таки повторяюсь, первый диск посвятил Киму Славу и Исааку Гумычу. Из их произведений, которые я спел, составил свой первый диск. Сегодня мы, вот когда поп-культура, при этом я убежден, вот культура малого народа не может оцениваться с точки зрения прибыли, поэйда. Это культура наша. И это то, что мы должны сами вкладывать в эту культуру. Это то, что мы должны беречь и не смотреть, и не рассматривать, вот, сколько нам удалось продать там чего-то, а сколько не продалось. Скорее всего, сколько нам удалось клядущему поколению оставить. Да. Эдуард, вот вы очень... Вы очень такой настоящий человек в самом широком понимании этого слова. У вас нету фальш, абсолютно, что присуще многим артистам. То есть вы рассказываете довольно смело ваше мнение по разным событиям, даже политическим и важным каким-то культурным в соцсетях, и делаете это очень грамотно, аналитически. Сложно жить с таким натянутым миром, когда все видишь сквозь призму вот этого внутреннего взора? Мы же понимаем, что человек чувствует, что ему некомфортно физически, психологически некомфортно жить. Главное, смысл жизни. А что, ради чего? А куда? А что будет с людьми? И мы понимаем, что вот, как ни странно, я говорю, когда мне так говорят, я в советское время себя чувствовал более свободным, внутренне более свободным. Потому что, чтобы там не было, был идеал, был что-то. Нам говорили, что мы что-то, к чему-то стремимся, решили что-то. Сегодня нам... Кого от других ценностей было совершенно руками? Грубо выражаясь, нам даже не говорят. Человек не может жить без идеологии. Нам пытается сегодня подложить, ну, скажем так, церковь. И я вдруг начинаю понимать, почему казалось, что вот, с большей руки уничтожили церковь. Церковь – это идеология. И новая советская власть... Ведите в Бога? Да, несомненно. И Сталин в это Бога. И очень многие вещи, которые он проводил, это была реставрация церкви. Начиная с конца, уже как история делает, начиная с конца 20-х годов, ввели, опять разрешили елки, сочельники, очень многие вещи. Стали открываться приходы. Газета «Безбожник», хотя, как бы, продолжала, но она ушла, как бы, в тень. То есть, количество храмов, которые открывалось, если бы их нравилось, больше, больше, то есть, они смогли адаптировать, как бы... Ну, идеология большевизма на раннем этапе. Ну, видишь, как далеко мы уходим, может, совсем другая, кажется, передача. Ну, это... Посмотрите, корят символичные такие здания. Но сегодня даже религия, вот, в том виде, в каком нам ее поэту преподают, мы видим, что церковь, как аппарат, как структура, часть государства. А государство мы воспринимаем, к сожалению, сегодня как врожденное. Есть такое. То есть, церковь мы, как к институту. Люди давно научились отличать Бога и от служителей Бога. От интерпретаторов Бога, которые ставят себя между мной и Богом и говорят, вот мы будем вам, как сказать, объяснять волю Бога. Что вот мы ее слышим, а вы ее не слышите. Я верю в Бога. И убежден, что он, несомненно, есть. Я люблю ходить в церковь. Я не знаю вообще, церковь и ее обряды, это тоже культура, тоже утира. И я знаю, что очень много нормальных священников знаю, очень хорошо им отношусь. И они говорят, что для нас сегодня важно, чтобы человек приходил, чтобы у него была сама потребность приходить в храм. Даже если он придет купить свечку, постоит со своими мыслями наедине. Пусть он не знает какие-то службы, какие-то праздники. Это и тоже культура. И позвольте ознакомить вас с указом президента. Этот указ не подписан сегодня, мы знаем об этом, но мы специально к этому дню, чтобы порадовать ваш слух и вашу душу успокоить, мы хотим вам сказать указом президента Республики Южная Осетия за личные заслуги в области музыкального искусства присвоить звание «Народный артист Республики Южной Осетии» Дамы Рады и Главы Михайловича. Все-таки 60-то это рубеж определенной жизни. Ну, не сомненно. Что вот с высоты этого возраста, о чем жалеете и что бы еще хотелось? Ну, жалеть уже, кажется, не жалею и за его не плачу. Сложилось, как сложилось, потому что опять, кажется, что каждая судьба – это сумма. Сумма поступков и выбор. Каждый раз конкретно – пойду направо, пойду налево, пойду. Если ты пошел так, а не так, значит, в этот момент сложились векторы для принятия решения, сложились так, чтобы ты выбрал так. Из этого складывается судьба. Поэтому жалеть, вот если бы до кобыда во рту, раз и гребы, ну, был бы рад. Хорошая. У вас философское отношение такое? Да. Ну, нормально. Понимаешь? Не сложилась, значит, не судьба. Ну, правда. А что вы хотелось еще? Нельзя, как сказать, нельзя мучить, наполнять свое сознание сейчас. С ожелениями, мучениями, что тогда, когда что-то не сделал. Потому что… Как-то один мой знакомый поэт высказал недавно такое мнение, что надо спешить жить, жить, жить. Потому что жизнь сейчас настолько быстротечна, она быстро в день пробегает, и наступает второй. Надо успеть что-то в этом не сделать полезно, поэтому жалеть уже не приходится, наверное, ни о чем. Кстати, недавно что-то, по-моему, Лена Газаева говорила про это, вот, нашло отклик, потому что давно об этом думал, у нас с чем-то другим сравнивало. Ну, почему-то у меня давно вот это сравнение по поводу жизни. Очень давно, я, скажем так, я очень люблю, я покупаю, скажем так, брикет творога, 7 чайных ложек сахара, 2 ложки чайных сметаны, все это размешиваю, люблю латвиницы. Очень давно в детском, в детсадовском, где-то нам давали приблизительно вот эту массу, ее было мало на терялке, и вот так, вот так, и ты смакуешь, ее мало, и ты смакуешь, чтобы растянуть, и после 60-ти вот в жизни воспринимается вот это. Именно так. Да, и поэтому уже спешить не надо, надо наслаждаться жизнью, а жизнь это люди, это жизнь, это книги, жизнь это вот в этом. Кайф. Прям да, она сложная, да, она непонятно, да, ты можешь ошибаться, ты можешь не, потому что ты живой человек. Потому что, как сказать, принимаешь ощущение, у тебя какие-то входные, как говорится, в компьютерном уровне. Брежать. Почему, да, и вирус как, если неправильно, какой-то входящий, происходит финальная ошибка в какой-то выводах и в действиях. Поэтому, как мне кажется, нужно мягче, внимательнее относиться к другим людям и не считать, что только ты прав. Вы производите впечатление счастливого человека, потому что счастливый человек для меня человек гармоничный, реализованный. Все-таки в профессии, я считаю, что вы и не в одной реализованы, достаточно полный. В семье, вы уже и дедушка, с чем мы вас поздравляем. И друзьям, может быть, их количественно не столько, но все качественно вас обожают. И вот эта любовь народная, настоящая, на самом деле, любовь, она, наверное, нет высшего блага награды для артиста и угодленного таланта, чего-то ощущать через год. И вот эта вот любовь, я думаю, что она еще на новое лето вас будет обновлять. Спасибо вам, что вы везете. Спасибо, Андрей. До новых встреч в этом программе вместе с народным артистом уже Южной Осетии, Северной Осетии, Эдуардом Тавровым. До свидания. Северной Осетии Спонсор выпуска Самый вкусный кондитерский магазин Рокси Который располагается по улице Октябрьской Здесь вас приятно удивят и порадуют низкие цены Широчайший ассортимент кондитерских изделий и тортов на любой вкус А также доброжелательность женского персонала не оставят равнодушными Изысканные сорта чаек и кофе Приятно удивят. Магазин Рокси – это правильный выбор покупателя Хотите порадовать себя и близких высококачественным вином? Алкогольными напитками на любой вкус Продукция брендовых мировых производителей впервые в нашем городе на ваш выбор Широкий ассортимент вин предоставляется предприятием по производству вин Южной Осетии Винодельный Ирон Сан, признанным на российском рынке Разнообразный выбор спиртных напитков, эксклюзивных винтажных и винных аксессуаров Вы найдете в нашем магазине по доступным ценам Мы ждем вас по улице Октябрьская, 9 Магазин Мон Шерри Лай Энд Виски Почувствуй вкус жизни